Радио Болтком Доброе утро. Спасибо большое, Олег. Привет с Радио Болтком, студии. Я ведущая программы «Без антракта» Евгения Шерменева, и я очень благодарна Элмару Синькову, который согласился сегодня, 7 января, открыть Новый год моей программы 2021. Доброе утро, Элмар. Доброе утро. Ну, с наступившим Новым годом. Вам также, да. С сегодняшним праздником православным все-таки есть люди, которые его отмечают, и я поздравляю всех, у кого сегодня праздник. И у меня праздник, потому что, Элмар, мы с тобой разговариваем. Для меня это очень важный разговор, я его все время откладывала, потому что, когда я думала, вот я сейчас Элмара позову, а Элмар уже уехал ставить где-нибудь спектакль. У тебя жизнь очень занятая, правильно? Да, вот как раз сейчас очень, даже много проектов и много работы. Даже немножко, ну, я сижу, конечно, пока дома, потому что все, как бы, такие работы, которые идеи, думаются, и препетиция происходит в Зуме, но скоро сейчас я вот в 11 января поеду в Таллинн и начну работать в Аббалаба, да, и посмотрим, как там. Это один из тех проектов, которые курирует еще Мариус Ивашкевич? Да, да, конечно, да. Это его предложение, да, это которому уже там больше двух лет, этому предложению, и пришло его время? Да, да, пришло. Хорошо. И при этом ты совсем недавно вернулся из Литвы? Из Литвы, да, в Клайпеде мы закончили спектакль. Ну, знаете, как очень интересно, мы первый раз закончили спектакль так, что ощущение, что закончили, но еще никому не показали. Выходит так, что у нас последние дни были такие, что началась очень, конечно, такая большая пандемия в Литве, и мы все-таки выбрали актеров больше не звать, и последние три дня мы просто делали инсценировку с куклами и просто пробовали сдать спектакль так, как ему надо было выглядеть с цветом, с движениями. Я прыгал по сцене, и проверяли звук и так далее, чтобы мы могли потом с актером, потому что актеры все уже поняли, что сделать, а нам только не хватило, что сделать какие-то визуальные вещи, точки, и мы ждем, когда сможем этот спектакль показать, но ощущение у нас очень хорошее, и мне кажется, даже этот спектакль, мне кажется, он вышел и выйдет. Ну, это надо, конечно, ждать зрителя. Ну вот я как раз хотела тебя, давай мы вот сейчас сказали главные новости, что у тебя, ты между Литвой и Эстонией, мы поймали тебя в Риге, и у тебя еще студенты, я так понимаю, да? Да, и еще студенты, да, в Академии. Да, и еще студенты, и своя компания Эс-Арте, которая тебя тоже ждет, и я так понимаю, что ты тоже что-то придумал, и будут впереди какие-то новые спектакли с ними. Ну вот я хотела тебя спросить две важные для меня вещи, потому что мы с тобой знакомы, я слежу за тем, что ты делаешь, но тем не менее, мне бы очень хотелось с тобой немножко поговорить о том, а почему ты вообще оказался в театре? Это хороший вопрос. Ну, сперва театр мне всегда нравился уже школьных лет. Я ходил в театральный кружок в школе, я увидел, что у меня была замечательная учительница по театре Лиги Тесмилдзиня, которая просто жизнерадостный человек, она так любит театр, и она так любит детей работать, и она, конечно, вот дала первой какой-то любовь. Ты понимаешь, что ты в театре можешь сделать все, а школа вообще довольно такое консервативное место, как мы понимаем, да, вот там есть какие-то хоры, танцы, и все так вообще правильно, а в театре ты можешь, ну, как ребенок выпендриваться, говорить, что ты хочешь, ты можешь импровизировать, ты можешь танцевать, как ты умеешь, и петь, как ты умеешь. И мне, конечно, это как человеку молодому очень дало какое-то, я нашел какую-то идентификацию в этом, и все мои окружные дети, ну, друзья, которые были, они приняли, они говорят, о, Элмар, тебе классно выходит, в общем, круто играешь, в общем, тебя театр нравится, мы видим, они как-то завистью это все видели, я вот нашел какое-то свое, и это мне казалось, это мое, и я вот это умею делать. И, конечно, вот так, я думаю, от того надо смотреть, почему я оказался театр, потому что другого, это такое хобби, которое превратилось в профессию. Но у тебя же два образования, правильно я понимаю? Да, у меня педагогическое и, ну да, и режиссерское, как бы. То есть сначала ты как правильный человек пошел и получил какую-то профессию, которая, как всегда родители говорят, найди себе профессию, которая будет тебя кормить всегда, а потом занимайся своим театром, или что это было? Нет, это было какое-то совпадение, не какое-то ирония судьбы, потому что я, когда закончил среднюю школу, я не попал нигде. Просто я в юристов пошел, я шел, ну, как вы говорите, да, надо было какую-то профессию как бы выбрать нормальную, да, понимаете? Никому надо, да? Никому надо, и я не попал нигде. И последний приоритет я взял педагогик, ну, как бы, педагогик, ну, если я нигде не попаду. И правда, и так было, я нигде не попал, и взяли меня на педагическом. И я, конечно, был адски, ну, как бы, в ужасе. Какой педагог, вообще что вы? И все-таки... И результат, сейчас... Я закончил, и это педагическое мне дало, как бы, возможности работать сейчас в академии, и этот мне очень помогает. То есть педагог все-таки получился? Педагог получился, да? Ну, надеемся, не знаю. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, я хотела вот узнать, вот это ощущение театра, это было ощущение территории какой-то свободы, самовыражения? Вот слово «свобода» к театру для тебя имеет отношение такое? Да, да, вот это, конечно, очень важно. И я вот недавно... Вот как раз вы попали на такую неактуальную сейчас вещь, потому что «свобода», что это значит? Я вот начал думать в последнее время об этом. И я почувствовал одну проблему. Мне всегда было, кажется, это свобода. Это я тоже детьми, когда я работал в школе, говорил, вы можете говорить все, что вам болит, вы можете делать то, что вы хотите. Это есть свобода на сцене, это есть театр. И сейчас я заметил проблемы, сейчас в таком мире мы живем, в очень либеральном, политкорректном мире. И я понял, что я не могу полностью все говорить так, как я ощущаю. Мне как-то становится сложно, мне страшно становится кого-то обидеть. А мне страшно становится сказать, выразиться, да, может, в другой раз не политкорректно, но не потому, чтобы я хотел обидеть, а потому, что я в этот момент так чувствую и хочу сказать. И это, конечно, мне дает какие-то сразу рамки, и я начинаю ощутить не очень приятно. И вот эта какая-то тема в этом мире политкорректности становится очень тяжелой. И тебе кажется, вот надо искусству, ты не можешь, да, вот обидеть женщин, ты не можешь обидеть вообще, ну, не будем говорить, не то, что обидеть, а просто высказываться так, как в этом моменте ты чувствуешь. Например, мы не можем больше покрасить, конечно, белого человека в черном. Ну, это, конечно, считается, правда, конечно, в это время не сосутствует, ну, как бы, это правило. Но если я это делаю в Шекспире, ну, например, как в спектакле, в каком-то, я хочу выразиться комичном каком-то моменте, конечно, будет люди всегда, которые скажут, ну, это так нельзя делать. А я не думаю о том, ли я затрягиваю, обижаю или нет, я думаю только про то, как это мне помогает выразиться, я думаю только про художественное. Ну, вот я как раз хотела сказать, что вот то, что ты упомянул это слово, политкорректность, оно начало исключать в какой-то степени искренность человеческую из обихода. Ну, то есть ты прежде, чем что-то сказать, ты начинаешь думать, а кто вот тут сейчас есть, в кого это может попасть каким-то особым способом. И люди перестают быть, ну, как бы, сами собой, мне кажется, очень часто, потому что они начинают играть какую-то роль. Мне кажется, очень многие проблемы у людей возникают из-за этого, потому что они не могут ясно и чётко выражать свои мысли, желания, ощущения, теряются искренность, теряются эмоции. И действительно это всё ложится каким-то тяжким временем на театр, потому что, и на искусство вообще, потому что каждый почему-то считает, что он может судить то, что он видит. Не воспринимать просто, да, и примеривать на себя, а именно, как бы, выносить какие-то оценки. Ты сейчас упомянул Шекспира, но мне кажется, там очень остроумно была решена эта история Сотелла. И я хочу сказать всем слушателям радио, что как только всё опять откроется, мне повезло, я увидела один из спектаклей в прошлом сезоне, один из премьерных спектаклей. И этой осенью, когда был показ в Лейпай, я тоже ездила смотреть в это время. Это спектакль «Шекспирс», который поставил Элморс в Лейпайском театре. И этот спектакль собрал несколько премий «Ночи лицедеев» с «Пелноминакцией». И я тебя с этим очень поздравляю, потому что я, когда посмотрела спектакль, я не удержалась и написала две рецензии на этот спектакль. У меня в одну всё не поместилось. Потому что он мне как раз показался таким очень важным для меня, например, как для человека, который любит разные театры. Я люблю и интеллектуальные какие-то эксперименты, и сложные истории, и наоборот какие-то простые, искренние. И очень разные пьесы я люблю. Но мне показалось, что то, что сделали вы в спектакле «Шекспирс», это такое торжество театра как игрового пространства. В полном смысле, да, там я его сравниваю с какой-то игрой компьютерной тоже. Но это такое пространство большой игры, и это дал актёрам возможность оторваться. Это вы правильно просто прочитали, и я очень рад, что вы это говорите. И мы очень рады, и вся наша команда, которая делала «Шекспирс», что это оценили, это увидели. Потому что, конечно, это страшно делать такие вещи в это время, когда ты открываешь все границы. И в этом, как вы сказали, очень чистом, интеллектуальном, очень концептуальном модели театра сегодняшнего времени. Это как-то не вкладывается. И мы пробовали рисковать, и, конечно, могли и полностью провалиться. И это тоже было бы нормально, и мы на это и шли. Но в этот момент, когда вот спасибо актёрам, которые доверили, они поверили в этот дерзкий какой-то адский трэш, который происходит. Но это так мне дало поверить открытому игровому жизненному театру, который мы так забыли. И всё-таки театр, он начинается из игры. Я тоже, как я ещё раз говорю, как работал с детьми, я вижу, как дети играются. Это просто современные театры, понимаете? Когда дети играют и иллюстрируют, и, конечно, они иллюстрируют, потому что они иллюстрируют мир какой он. И когда я с детьми делала спектакли и сказал, вы можете играть с родителей, и они играли папой, мамой, какие они были. И когда мы всё это сделали, такую компиляцию, пришли родители смотреть, они просто были в восторге и в шоке, потому что они увидели себя. Вот это и есть зеркало, которое мы показываем, да, и, может, иллюстрируем. И мы рады, что это оценили и дали нам какой-то зелёный свет, экспериментировать и открыть ещё новые какие-то стилистики театра, потому что театры очень разнообразные. И мне какое-то было самому ощущение, что я начинаю делать очень одинаковые спектакли, и вообще, где я иду, я начинаю видеть одинаковые спектакли. Мне становится страшно, я не верю, я же понимаю, что театр не может быть такой одинаковой. Ну вот, и если мы вернёмся, твой Отелло там, это же очень смешная история, что он, в общем, такой же, как все остальные, никакой нарочитой там африканистости в нём нету, но при этом он абсолютно чумазый, такой военный, да, вышедший только что из огня, собственно, и сохраняющий это ощущение, его смыть невозможно, это вот ощущение отголосков войны. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, для тебя же это был первый спектакль в Лейпайе, правильно? Да, это мой был дебют в Лейпайе, да, первый. То есть ты поработал в Риге, ты поработал в Москве при этом, ты уже даже поставил спектакль в Клайпеде к тому времени и получил за него литовский приз театральный, и после этого ты поставил вот Шекспирс в Лейпайе, и вдруг развернул себя на какое-то совершенно другое ощущение театра именно там. А почему так сложилось, не знаешь? Я наверняка знаю, потому что это был первый спектакль. В Лейпайе никто меня не знает, актеры не знают, они были рады, что я приехал, и мне были какие-то больше открытые возможности экспериментировать, потому что я видел, что эти актеры мне поверят. И это очень важно, это очень важно в команде, это вера. И, конечно, было тяжело, но, конечно, мы шли все к каких-то нежнам. И еще что я понял, что в Лейпай актеры не боятся от игрового театра вообще, потому что у них была и «Гоголь», «Свадьба», да, и такие спектакли, как «Стамангер», которые тоже все-таки отстраненные театры, и он не психологически полностью, они как бы готовы принять эксперименты. Это очень важно для ансамбля, и это важно, что в ансамбле есть такой открытый. Они привыкли к разнообразному же театру. Поэтому я думаю, что такой спектакль, как «Шекспир», очень трудно, ну, я думаю, было бы трудно увидеть в другом театре. Я тоже говорил там. Ну, я могу сказать, что у меня было очень интересное ощущение, когда я смотрела спектакль. Я вышла в «Антракте», коллеге сказала, говорю, какой-то прям литовский. У меня тут внутри что-то такое. Ну, потому что я много смотрю литовского театра и латышского, и я понимаю разницу даже в актерском, как бы сказать, в актерском существовании. Она существует. И коллега повернулась и сказала, «А как ты узнала?» Это курс, который учился, в общем, литовский курс. И мне кажется, что да, вот это вот такая открытость, бесшабашность в какой-то степени, и при этом очень командная игра. Там это так прекрасно в этом спектакле чувствуется, как они все друг к другу просто играют такой, мяч перекидывают друг к другу очень легко, умеют это делать здорово. При этом они остаются индивидуальностями, но это ощущение команды очень сильное. Вот, поэтому я всем рекомендую собраться и поехать смотреть спектакль, потому что судьба у спектаклей, конечно, тяжелая, а сейчас еще тяжелее, когда они не играются. И в небольших городах, вот в Плипайском театре, конечно, это один театр на небольшое пространство. И для того, чтобы спектакль жил, должны быть зрители. И поэтому надо поддерживать зрителями всей страны туда ездить и смотреть, чтобы спектакль жил. Он хороший, он этого достоин абсолютно. Скажи, пожалуйста, Элмар. Еще один вопрос, который меня весь этот год прошедший очень беспокоит, например, я бы хотела с тобой его обсудить. Вы сделали такой шаг, и ты сделал очень ответственный шаг. Ты взял на себя ответственность за нескольких молодых людей, из которых ты создал свою компанию S-Arte. Вы объявили об этом год назад. Практически успели сделать только один спектакль, и все закрылось. Как вы переживаете это время? Вот как тебе удается удержать людей мечтами, идеями, какой-то работой на будущее? Ну, это же очень тяжело. Вот так вот не успеть взлететь и потерять возможность работать. Извини, это будет вопрос, но мне интересно вообще. Да, это, конечно, очень серьезный рассказ, и, конечно, вы правильно говорите. Это, конечно, может, это как-то и судьба, которая просто, да, какая-то. Вот моя стратегия, когда была пандемия, я всем честно сказал, слушайте, друзья, вот такое время, нам надо как-то... Вы не привязаны ко мне и не при компании. Вы свободные люди. И вы делаете то, что... Вы можете делать, потому что сейчас такое время, что надо использовать каждую возможность. И, конечно, мы... Как у нас не было даже сделано базы, если у нас было какое-то уже наготовленное вещи, которое мы могли еще как-то все-таки прожить, а, понятно, это молодые люди, которым нужно прожить нормально, просто как-то жить и как раз развиваться. И я вот, ну, дал просто какое-то... Просто сказать, давайте просто... Мы свободны, вы не можете... Я не могу вот брать ответственность сейчас в этом время, и мы что-то сделаем, ну, как бы невозможно, очень тяжело. А им надо, это публика, им надо как бы... Они не могут без него. Потому они каждый сейчас пробует, делает, где-то репетирует в разных-разных еще местах. Но мы все равно на проектах встречаемся, и выходит, компания-то не умерла. Компания-то я и отдельные... И это люди, которые помогают в этом. И вот мы сделали иранскую конференцию, который такой проект. Так само мы сейчас вот с двумя парнями едем в Таллинн и работаем совместно, делаем проект с Баба-Лаба. У нас такой проект, театр больше, а не репертуарный, как бы, а больше проектный. Я думаю, что... Я думаю, что мы так и пойдем, но мне кажется, главное здесь не быть привязанным друг к другу и ждать, а просто делать. Если ты видишь, что ты можешь делать, это делай. Значит, пока мы в таком состоянии, и я думаю, что... Да, я думаю, что мы будем работать так, потому что больше вместе мы не можем быть полностью, потому что время нас всех разъединило как-то, и мы не можем так встречаться. А в Зуме, вы понимаете, это тоже несерьезно, что ты можешь, как ты можешь развиваться. Ну, это краткосрочные, хорошие бывают проекты, в Зуме. Вот я хотела как раз спросить и про иранскую конференцию. Ну, и будем честны, да, были последние, последние часы, которые вы сделали, да, вот этот спектакль в прошлый год назад вышел. Потом ты придумал эту иранскую конференцию, и мне очень нравится, что ты позвал актеров разных, из разных театров, это была как бы такая смесь. И ты показал латышский театр, собственно говоря, через разных актеров, из разных школ, из разных театров. Мы сейчас с тобой немножко поговорим про иранскую конференцию, и спектакль, который на меня произвел впечатление, мне показалось, что он, ну, может быть, я не права, но для меня он гораздо больше, может быть, выражает твою идею твоего нового театра, это то, что ты сделал в Алмирском фестивале Эсапиэни, чем последние часы. Вот мне кажется, последние часы, они были каким-то заходом к чему-то другому, и вот как раз Эсапиэни, то, что ты сыграл на открытой площадке, для меня как раз кажется, что это то направление, которое ты декларировал, когда об этом говорил, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, но мне кажется, что это вот, ну, очень четкое высказывание, то, что мне очень понравилось в этом спектакле. То есть три спектакля вы, в принципе, выпустили с компании в прошлом году. Да, конечно. Это хороший результат. Конечно, да. Это очень хороший результат. Ну, так иранская конференция, я так понимаю, что это был вынужденный формат, что ты хотел делать спектакль на самом деле изначально. Да, 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 я хотел сделать спектакль, но все опять происходит и все, что происходит, это происходит на хорошем. Но я всегда очень так открыт к этому, я не переживаю, если что-то не так выходит. И да, и в финале, когда пандемия началась, просто мы поняли, что вот-вот-вот, сейчас как раз настоящее время для твоей пьесы. И мы просто без бюджета, просто без денег мы это и сделали. Это еще раз доказало то, что, ну, вот, все-таки какому-то веру, что человек, актер, мы все-таки можем держаться вместе и сделать крутые вещи. Мне кажется, в этом и есть. Надо ждать и найти, когда идея приходит, ее надо делать довольно быстро. И ее не ждать. И вот иранская конференция это была. Если мы ее сейчас и сделали сейчас, может, она так не сработала, как она сработала в этот момент, на колени мы делали это все. Ну, просто как-то, даже не зная, ли это кто-то будет смотреть. Но все-таки, да, и в финале хорошо. А про «Сапиенс»… Нет, вы вот говорили, что это интересно, что первый спектакль, да, он был такой-то как заход. Я полностью вам согласен, потому что, если ты сделаешь что-то новое, ты не можешь сразу херачить херачить, что-то такое, ну, блин, вот это гениально. Это методологически тебе надо по-медленному, типа, начать и вот начать с простыми задачами, вот такими, такими. И, конечно, от пандемии эту программу не Москвы выбило. И мне какая-то была программа, как мы вот медленно дойдем до какой-то эстетики, до какой-то высказывания художественного. Все надо начать немножко постепенно, потому что, чтобы молодыми людьми не было сразу такая ответственность, ну, так, у нас, нам надо быть гениальным. Ну, нет, не надо вам быть гениальным, а просто надо учиться, продолжать искать. Это главное. И потому вот сапиенсы, мне кажется, это был такой тоже проектный театр, где современные танцовщики с актерами, все-таки мы говорили про это какое-то тоже, это время, про это одиночество, про это осюрное наших, что такое вообще человек и как он развивается, и где мы идем. И вот, конечно, этот диалог в финале, где, ну, можем сказать, это может быть и Иисус, может быть, это просто диалог с Сирией, это, конечно, было, ну, довольно такой вопрос времени, вопрос времени, как дальше. Ну, вот мне показалось, что это такое, как каждое поколение пытается осознать пространство и время, в котором оно живет, так и вы с хореографом, и с музыкантами, и с актерами, которые, я так понимаю, текст написан, в общем, в процессе создания спектакля, да? Да, да, да. То мне кажется, что это как раз вот некая такая попытка, попытка осознания себя в нынешнем мире. И это мне не касается, то есть мне было это интересно смотреть абсолютно без проекции на меня саму, потому что я это сделала какое-то время назад, когда я была в этом возрасте. Я тоже когда-то себя там осознала, и дальше я двигаюсь и развиваюсь уже, оставляясь в той точке. Мне кажется, каждому человеку это нужно делать, и мне очень понравилось именно в этом отношении спектакль. И мне нравится, что вы сочиняете. Ты знаешь, вот мы с тобой когда говорили как-то, я говорила про драматургию, ещё про что-то. Помнишь, мы с тобой, у нас был с тобой долгий разговор об этом. И мне нравится, что ты сочиняешь спектакли вот в своём каком-то, в своём каком-то, вот именно сочинительской истории, которая длится в процессе создания спектакля. Но при этом, мне к тебе вопрос, а почему в «Гогольцентре» ты ставишь пьесы? У тебя там две пьесы, да? Ну, может, потому что, ну, не, ну, потому что, знаете, это довольно трудно, трудно сочинять материал, потому что я не драматург, и я не пишу тексты, я пишу тексты вместе с другими, мне пишут другие, я только делаю конструкции, как в Шекспире, я придумываю конструкции, и мне просто, конечно, помогает это, драматурга, это написать. А в «Гогольцентре» это рассказ в том, что, ну, это рискованно довольно. делать такой, наверняка вот третий, если было бы, тогда наверняка мы уже могли бы уже что-то сочинить, но, конечно, отначально, если у тебя есть хорошая пьеса, тебя это держит, это какая-то структура, и какая-то, ну, да, какая-то, тебя держат, как режиссера и актеров, это ты не идешь в пустоту полную, у тебя есть основа на чем работать. И, да, и потому там был, ну, я сделал два прекрасных, мне кажется, и очень хороших пьесы, Ларс Нурен, который, конечно, очень важный, знаменитый шведский писатель современного мира, ну, скажем, такой Стринберг, современный, и как сама, я думаю, что мизантроп с Быковским, Дмитрием Быковым переводом, просто очень острым, просто очень юмором, многим насыщенным, оно, конечно, не сработали оба, и как материалы, и я вообще люблю работать с классическим материалом, очень, и очень многое сделал, потому мне самому не нравится, но другие меня называют, вот критики называют режиссёры классических интерпретаторов, хотя я считаю себя, и просто я эти классические материалы делаю как для развития режиссёрского, своего развития, это учёба, это моя школа. Слушай, ну а кто ещё режиссёр, как не интерпретатор, на самом деле? Ну, как ты должен тогда пьесу ставить? Ну, то есть, мне кажется, это... Ну да, но потому мне это и смешно, вот это название, все же интерпретаторы, конечно. Конечно. Скажи, пожалуйста, что для тебя всё-таки, ещё я хочу спросить тебя, про спектакль, который, к сожалению, сейчас нельзя увидеть, но не знаю, как тоже у него будет судьба, это «Вей ветерок» национальный. Это твоя работа с художником Моникой Пормоли, да? А ты с ней часто работала? Или это вот, да? Для тебя это важно? Потому что вы много делаете с Рейни Сумсухановым вместе, как я понимаю, да? У вас есть такой тандем в работе, а это был спектакль с Моникой Пормолой, которая вообще как-то к другому, мне кажется, ощущает пространство. Она такая очень... Очень большой автор, я бы сказала. Очень серьёзный. И мне показалось, что это был очень тоже важный спектакль, для меня, например, тоже, потому что я поняла, что и такую национальную, как то, что называется ценность, национальная ценность, как трэжер, да, по-английски, к ней можно подойти так, что она не теряет ценности и при этом приобретает современное звучание. Да. Что для тебя? Это был какой-то этапный спектакль для тебя или как ты сам ощущаешь? В национальном театре. У тебя же была там довольно такая длинная дорога работа, да? Это 10 лет уже к тому времени было твоего, как режиссёра. Да. Восемь, где-то так, восемь, да? Ну, для меня это была работа, как работа, я, ну, важно, нет, я, правда, потому что, мне кажется, первая работа с Моникой Пормовой, это было очень важное столкновение нам вместе, и мы уже говорили, наверняка, муж и последнее, не надо портить. Да-да-да, я знаю этот подход. Да-да-да, но, конечно, Моника предложила, помнишь, что когда мы думали, столетие, национальный театр, сезон открытия, мы поняли, что надо, ну, честно говоря, мы просто поняли, что надо что-то сношневательное, ну, как бы, ну, что-то... Да, все-таки да. Все-таки да, но почему нет, ну, если... И Моника, мы думали, и Моника не имеет идеи. Одна идея больше, которая шла от меня, а вторая идея, которая... Она больше от нее. И это вторая идея, которая шла от нее, вот этот хор, который результатами видел, я когда увидел, я первое, мне ощущение было, нет, ну, это невозможно просто, это невозможно. А потом я следующий день пришел и говорю, не, Моника, давай рискнем и просто сдадим такой макет. Ну, а надо сдать макетом, понимаете, в театре надо просто, ну, сначала это все, это про продакшн, это очень тяжело. Попозвать, как это будет. И мы и сделали полный всерьез, даже думая, что нам не утвердит это, ну, потому что это недорого, это невозможно, это вообще как это конструкции сделать. А мы это сдали, все просто, конечно, офигели, вы хорошие, они просто не знали, как, что. И, конечно, тяжело этот проект шел до финала, потому что это, правда, было тяжело и финансово, но спасибо Ояр Сурубинису, который все-таки сказал и дал зеленый свет этому проекту. И с его инициативой, и спасибо всем спонсорам, которые реализировали этот проект. И потом, когда в финале мы это видели, мы поняли, что не зря. И вот эти амбициозные идеи, и Моника вообще очень амбициозна, и я люблю ее, они дают какой-то все-таки результат. Ну да, это, знаешь, это как, когда смотришь этот спектакль, ты понимаешь, что это могло бы быть на Олимпийских играх где-то, знаешь, когда все говорят, какое там прекрасное шоу поставил в Лондоне, или там в Лилле Хаммере было какое-то шоу. Вот прям это шоу, но при этом оно оставляет интеллектуальную составляющую, оно оставляет абсолютно любовь к своей стране, к традициям, к тексту. Вот это вот сочетание, оно, конечно, было у вас, ребята, уникальным. Я тоже очень надеюсь, что это можно... Очень, да. Да, потому что это редкость тоже большая, когда вот такое большое пространство вдруг тебя захватывает таким сильным образом. Не, ну да, и это очень важно было, что мне, ну мне важно было отдать, ну как бы свой, свою любовь к стране с этими канонами, которые у нас есть, и эта пьеса очень важна, и Райнис, и Иман Скалнич, композитор, который, и фильм, который мы темно в этом, эти все сильные как бы факторы вместе делают вот такой памятник, в хорошем смысле, памятник нашему, ну нашему народу. И мне вот этот хотелось не поставить памятник, а вот этот спектакль есть как мой памятник Латвии, моему народу и моему, ну, моему латвийскими корнями. Так что, да, это было, это, я подумаю это спектакль, я называю как канон и памятник. Я не называю, но памятник такой, правда, в хорошем смысле. Монумент. Да, но все-таки монумент. Монумент, да, вот это. Монумент, такой воздвиг ты монумент вместе с Моникой и с национальным театром. Слушай, ну у нас осталось меньше минуты, очень быстро пролетело время. Я очень тебе желаю хорошей работы в Эстонии и очень надеюсь, что этот год все-таки как-то все обратно изменит. Ну не обратно, а как будто мы перепрыгнем какую-то преграду и мы увидим твои другие спектакли. Я очень жду премьеры в Клайпеде, потому что мне кажется, что ты там делаешь тоже какие-то пробы, которые дальше тебе дают возможность к развитию здесь. И я очень желаю удачи твоим молодым ребятам, с которыми вы все-таки придумали хорошие вещи и я надеюсь, что еще все будет впереди. Спасибо тебе, Евгений. Да. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо, было очень приятно. Все, пока. Всем до свидания и смотрите спектакли Алмара Синькова. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа Без антракта.